По статистике за последний год мы имеем положительную динамику, во-первых, в увеличении количества обслуживаемых пациентов, потому что сейчас мы подходим постепенно уже к довоенным цифрам. Если еще в 2015 году было пролечено около 13 тысяч пациентов, то уже в 2016 году более 15 тысяч пациентов. Центр всегда имел, в общем-то, свои уникальные направления, автором которых являлся наш учитель, академик Бонда Игорь Васильевич. Поскольку сотрудники Центра являются соавторами более 400 изобретений и патентов, более тысячи публикаций, монографий, выступлений на серьезных конгрессах и симпозиумах, так вот, хочу сказать, уникальность Центра заключается в том, что большая часть изобретений и патентов мы используем в повседневной клинической практике. В повседневной. Это методы и диагностики, и лечения злокачественных новообразов. Говоря о количестве пациентов, я уже сказал, что в 2016 году более 15 тысяч больных мы пролечили, выполнили более 8 тысяч хирургических вмешательств, то есть это достаточно большие цифры. И эти вмешательства в основном являются уникальными. Говоря о уникальности тех разработок, которые мы используем в повседневной практике, это прежде всего пластическая хирургия при куларектальном раке. Не секрет, что сегодня более 50% пациентов с данной патологией заканчивают пребыванием в стационаре с имеющейся колостом. Так вот, у нас 98% пациентов не имеют колостом, то есть мы выполняем первично восстановительные вмешательства. Хирургия рака пищевода и желудка. Крайне сложный раздел в онкологии. Выполняются то же самое пластические хирургические вмешательства, то есть это формирование так называемых резервуаров, когда после удаления пораженного опухолью желудка мы создаем искусственные резервуары, которые благоприятно влияют на процессы пищеварения. Хирургия рака мочевого пузыря, искусственные мочевые пузыри, то есть это целое направление в онкохирургии. Хирургия ракомолочной железы, органосохраняющая лечение, эстетическая хирургия, пластическая хирургия. Сегодня не секрет, что пациент, потерявший орган наружно, при опухоле наружной локализации, конечно, деморализован психологически, поскольку утрата, особенно у молодых женщин, такого органа, как молочная железа, приводит к глубокой психологической травме, зачастую к распаду семей и так далее. Так вот, эти все направления активно используются в повседневной практике центра. Сотрудники центра являются, в общем-то, являются соавторами таких направлений, как эндолимфатическая химиотерапия, внутриартериальная химиотерапия, опыт, накопленный за последние десятилетия, позволяет нам смело говорить о том, что более 30 тысяч пациентам проведена внутрилимфатическая химиотерапия, и она показала свою эффективность в этом отношении, направление. Мы сейчас восстанавливаем, вследствие чего утверждаем новые протоколы лечения, проводим локальные организированные исследования. Опыт внутриартериальной химиотерапии мы стояли у истоков этого направления, при опухолях различных локализаций. И сегодня мы имеем возможность доставки химиопрепаратов посредством катетеризации, селективной катетеризации артерий, которые кровоснабжают непосредственно опухоль, практически в 100% случаев, при опухолях абсолютно всех локализаций. Уникальные методы лучевой терапии, это прежде всего использование данного вида лечения, привлечение наших радиологов на линейном ускорителе. Это современное оборудование, которое используется сейчас во всем мире для лечения злокачественных наобразований. Это и многое другое, можно говорить еще об очень многом, поскольку у нас имеется еще вся панель иммуногистохимических исследований, а сегодня онкология без изучения биологических свойств опухоли практически неосуществима. Поэтому в этом направлении и лабораторные методы, и диагностические методы продолжают развиваться. Мы благодарны руководству республики, прежде всего и главе республики, и руководству Министерства здравоохранения за то, что в это нелегкое для нас время мы получаем, и наши пациенты получают по гуманитарной помощи и расходные материалы, и перевязочные материалы, и препараты для проведения химиотерапии. Например, за прошлый год только мы по гумканвоям получили химиопрепараты на сумму более 22 миллионов рублей. Это очень большая помощь, потому что лечение онкологического больного достаточно гораздо стоящее, и, естественно, в наше нелегкое время не каждый пациент может себе позволить приобрести химиопрепараты, гормональные препараты, препараты сопровождения. Поэтому направлений очень много, и центр продолжает развиваться. Мы возобновили работу защитного совета центра. На базе центра работают две кафедры медицинского университета. То есть в центре сегодня около 30 кандидатов и докторов медицинских наук работают. То есть это все позволяет совмещать научно-практическую работу с повседневной нашей лечебной работой, и в результате мы получаем, скажем так, продукт в виде подхода взвешенного и целевого к лечению конкретного пациента, то есть персонификации так называемого лечения. В 2015 году сотрудниками центра пролечено более тысячи больных со всех областей Украины. География достаточно распространенная. Это и Днепропетровская, и Запорожская, и Харьковская области, и город Киев, и даже Западная Украина несколько пациентов приезжали. Мы не отказываемся ни одному пациенту. Достаточно большое количество людей приезжает из Луганской Народной Республики. Около 30 пациентов пролечено из Российской Федерации. Это прежде всего. Да, Ростовская область, Крым, географию пытаюсь вспомнить. Это Абхазия, кстати, это Грузия была, Азербайджан и Армения. Вот такая география пациентов, которые приезжают к нам на лечение. И эти пациенты едут сюда только потому, что знают о тех методах и способах, о которых я уже сказал. Естественно, мы реализуем программу лечения. И всем пациентам абсолютно, независимо от места их проживания, от цвета их кожи, извините, их политические взгляды и всего остального. Поэтому питание в центре происходит трехразовое, полноценное. Поэтому пациенты даже из далеких регионов, из дальних регионов не чувствуют себя здесь как-то скованно, скажем так. Кроме всего прочего, та гуманитарная помощь, которую мы получаем по линии Министерства здравоохранения из Российской Федерации, абсолютно равномерно распределяется бесплатно пациентам, независимо от места их проживания. Я Андрей Николаевич Гуляр, заведующий отделением компьютерной магнитно-резонансной томографии в городе Донецке. Это Республиканский онкологический центр. Значит, у нас в отделении имеются два компьютерных томографа, двухсрезовые. На них проводятся исследования всего организма тела человека, то есть головной мозг, шея, грудная клетка, брюшная полость. В основном исследования проводятся для обнаружения опухолевого процесса и различных воспалительных процессов, для оценки динамики эффективности лечения онкологических заболеваний. Мы готовы принять всех пациентов с Донецкой, Луганской, в том числе с Украины. У нас нет территориальных границ. Приезжайте к нам на диагностику, лечение, будьте здоровы. Наше диагностическое отделение обладает полным спектром всех услуг по указанию энскопической помощи населению нашей республики, включая гастроскопию, колоноскопию, доденоскопию, в том числе бронхоскопию. Аппаратура современная, аппаратура высокого разрешения с электронной хромоскопией позволяет дифференцировать не только явно распространенные и выраженные процессы, но и ранние формы онкологических заболеваний. Все пациенты имеют возможность пройти исследование и в тот же день провести статологическую верификацию диагноза. Аппаратура, еще раз повторю, современная, обладает всеми возможностями, которые можно предложить на данном этапе пациентам.